Реакция Белого дома на избрание нового британского премьера оказалась очень скомканной. Байден даже долгом не запомнил имя Риши Сунак и назвал его Раши Сунуком. Для Байдена это уже третий премьер за два года на посту президента США. И, возможно, что не последний. Впрочем, в Вашингтоне в целом позитивно восприняли очередную смену персонали на Даунинг-стрит. Риши – человек, отучившийся в Стэнфорде и имевший до последнего времени грин-карту, видится вполне управляемым и договороспособным. И он также не будет, как Лейстра, ставить под сомнение «особые» отношения США и Британии. Ну а Борису Джонсону даже найдется пристанище в Америке. Его могут сделать спецпредставителем Лондона в Вашингтоне, например, по украинскому вопросу. Фактически он превратится еще одного украинского лоббиста. И как раз в тот момент, когда все больше американских политиков начинают публично ставить под сомнение необходимость дальнейшей финансовой поддержки Киева. В любом случае, с приходом к власти Сунака, политика Вашингтона и Лондона станет более скоординированной и по поводу Украины, и по поводу Китая, которые Раша Сунак называет главной долгосрочной угрозой для Британии. Впрочем, реальной угрозой любым геополитическим планом Лондона остается кризис внутри страны. И если Сунаку не удастся оперативно добиться успехов в экономике, то с его карьерой и с будущим всей консервативной партии с ее нынешними проектами будет покончено.